Дарёнка 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 Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом пахнет. Стала осенью Какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стране козлов больше пасется. Даренка и давай просится. Возьми меня, деда, с собой, может я хоть сдалека того козлика увижу. Какованя и объясняет ей. Сдалека ты его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть, не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, серебряная копытца, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорились. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Дней через пять воротился Какованя домой, рассказывает Даренке. Ныне в полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой. А как же, спрашивая Даренка, зимой-то в лесу ночевать станешь? Там, отвечает, у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган с очагом, с окошечком. Хорошо там. Даренка опять спрашивает. Серебряная копытца в той же стороне пасется? Да кто его знает? Может, и он там. Даренка тут и давай просится. Возьми меня, деда, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет? Я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты, что ты? Встаточное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то, как я с тобой буду? Замерзнешь еще. Только Даренка никак не отстает. Ну, возьми, деда, на лыжах-то я маленько умею. Какова не отговаривал, отговаривал, потом и подумал про себя. Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится. Вот он и говорит, ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил какованя на ручные санки сухари и два мешка, припас охотничий и другой, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала, лоскуточка взяла кукле платье шить, ниток-клубок, иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряное копытце поймать? Жаль даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. Правильно придумала, правильно. Пошли какова не с даренкой. Все соседи дивуются. Из ума выжился старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали какова не с даренкой из завода выходить, слышат, собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да виск подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это муренка с середины улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней подступиться не смеют. Хотела даренка окошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежала муренка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай. Покричала даренка, не могла окошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. Как Аваня бодакивает. Известно веселее. А кошка муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...